Самарчанка под диком не без разницы рассказала в Твиттер, что в Самаре рядом с Самарской губернской думой откроется пивной ресторан под зычным названием «Бюрократия». Скорее всего, именно такой вариант произношения приживется среди самаритян, несмотря на то, что на витрине написано «Бюрократия». Вот такой отличный душевный троллинг получился со стороны хозяев заведения. Ждем появления французского ресторана «Ченуши», – иронизирует автор твита. Пользователи солидарны. Офигенный прожект прямо в логове борцов с разливайками. Теперь наши трудяги-депутаты смогут ходить туда на пенистые бизнес-ланчи. Интересно, а там будут какие-то занавесочки, чтобы не мозолить глаза простым смертным обывателям? Ладно, хоть не шаурму там открывают. Сызранский блогер-писатель Сергей Зацаринный рассказал, что у легендарной самозванной Анки-пулеметчицы были собственные самозванцы. «А вы думали, люди только императорами прикидывались?» – вопрошает автор. «В частности, самозванка Анка ездила по стране и встречалась с народом. И сразу вспомнил, что она мне попадалась. В Сызранской газете «Красный октябрь». Уже не припомню, с какие годы. Лет 70-80 назад. Именно ее воспоминания тогда искренне повеселили. «Нечто в духе «все ближе вражеские цепи». Я уже различаю лица офицеров. Тут пуля сражает старика-пулеметчика, и он лишь успел сказать «береги патроны». В общем, для тех, кто смотрел фильм «Чапаев», можно не продолжать. Ведь на полном серьезе все это было. В газете было отражено. А вы говорите «Остап Бендер» и «Паниковский» с Балагановым «Вымышленные персонажи». Помню, тогда еще подумал, почему никому не пришло в голову выдать себя за матроса, залезшего на ворота при штурме Зимнего. Знаменитейший же персонаж. Субтитры создавал DimaTorzok